Ребята, распаковка Galaxy Buds Plus в трех цветах, все как мы с вами любим, но прежде чем начинать, я хочу напомнить, что мы разыгрываем Galaxy S20, поэтому если вы еще этого не знали и не приняли участие, бегом в комментарии к этому видео, отмечайтесь там и все условия в описании к этому видео, конечно же, так что давайте, дерзайте, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok чтобы на белую сторону сразу перейти, сейчас я это все дело красиво распечатаю, вот так вот Итак, о, что главное изменилось, смотрите, футляр стал глянцевый, глянцевый стал футляр у этих наушников Да, со стойкостью придется поаккуратнее, будет зацарапываться, и кстати, вот по материалам корпуса и по обработке очень похоже на футляр Airpods, Airpods Pro они тоже такой же глянец делают Раскрываем, ну по сути-то ничего не поменялось, то есть все тот же футляр, все те же наушники, и кстати, хочу самому себе напомнить, каково это надевать наушники в ухо и что при этом ощущаешь, потому что такие как бы подзабываются ощущения И я не устану сам себе напоминать, что по эргономике Galaxy Buds это одни из самых удачных наушников, несмотря на то, что я сам по себе не люблю наушники форм-фактора затычки Но из всех затычек, которые я мерил за долгое время, вот эти самые удобные Даже могу предположить, что они удобнее, чем Airpods Pro Они как-то поменьше, как-то и по уху нормально садятся, закрывают это все Я еще тогда, помню, в прошлом году ходил и говорил, вот, да, удобные затычки, с которыми бы я, наверное, пользовался, если бы не одно-дно Я тогда был пользователем iPhone, а почему был? Потому что сейчас я хожу с Google Pixel И на нем мы это будем дело все тестировать, потому что, ну, у меня нет своего Samsung Galaxy S20, на котором это можно оценить А здесь мы и все треки, поэтому я смогу сказать, что они там звучат Что еще в комплекте у нас идет? Так, смотрим Здесь у нас идут амбушюры, сколько штук положили, интересно Эх, как бы это все вытащить Ох, раз-раз-раз-раз-раз-раз, много-много повысыпалось Конечно, не очень это опрометчиво сделали, что все улетает В общем, есть просто амбушюры Есть амбушюры вот с такими вот, видите, наконечниками, чтобы крепиться к самой ушной раковине И кабель USB Type-C, естественно Наушники по описанию поддерживают беспроводную зарядку, что, в принципе, логично Потому что новые Galaxy поддерживают реверсивную зарядку То есть вы можете заряжать наушники от своего Galaxy, старого или нового Galaxy, не суть Давайте сейчас все это дело включим Заведем приложение Samsung Wearable с дополнительным плагином Galaxy Buds Plus И послушаем, что они могут Посмотрим на функциональность приложения Поехали! Вот эта чувствительность в общем Что добавилось? В приложении сразу же первым пунктом идет функция звуковое окружение То есть возможность подслушивания кого-то Я эту фишку еще отмечал в последних наушниках Sony Которые были с шумодавом Здесь вот это звуковое окружение трехпозиционное Просто подслушивание, усиленное подслушивание и максимальное подслушивание Я сейчас включил наушники и я реально слышал, как кто-то за вот той стеной Кто-то там что-то говорит и это можно отчетливо услышать Потому что без наушников я просто слышу какой-то бубнеж Традиционно здесь есть настраиваемый эквалайзер Стандартная частота звучания больше низких Можно настроить мягкий звук, динамичный, чистый и больше высоких И это нужно делать, потому что по стандарту звучание наушников может показаться каким-то плоским Я ставлю более басистый низкий звук и прям нормально раскачивают Можно настраивать уведомления, которые приходят вам И в принципе управление этих наушников осталось таким же Здесь сенсорная панель и в зависимости от того, как вы это все дело будете нажимать Они будут реагировать одинарное нажатие, двойное, тройное Следующий трек, это тоже все настраивается Я не могу сказать, что звук их кардинально изменился Я сейчас прослушивал это все дело через Google Play Music Здесь увеличили время автономной работы И здесь увеличили и улучшили количество микрофонов, чтобы вас было лучше слышно То есть их улучшили с точки зрения hands-free Единственное, чего я не нашел в приложении, это функции шумоподавления Итак, что обещают Samsung с точки зрения работы этих наушников? 11 часов воспроизведения звука 2 обновленных динамика, 2 обновленных микрофона Беспроводная зарядка и защита от брызг, пыли и вот таких вот мелких неприятностей Шумодава не нашлось, к сожалению В целом это просто минорное обновление Galaxy Buds Скорее всего где-то в каких-то странах эти наушники, наверное, будут предлагаться как подарок При предзаказе новых Galaxy S20 Plus, либо же Ultra Но это все зависит еще от места, где вы это все покупаете, акции бывают разные Тем не менее, наушники не стали хуже Сами по себе Galaxy Buds в прошлом году были действительно неплохи Особенно если вы используете Android смартфон С iOS, конечно же, лучше их не юзать Потому что там есть другие модели, которые больше подходят для айфонов Но для Android вполне себе хорошее решение Вот такой вот был быстрый взгляд на наушники Galaxy Buds Plus Пишите в комментариях, что вы думаете про это устройство Возможно, среди вас есть уже владельцы Galaxy Buds первого поколения Вы заметили какие-то странности в работе этих наушников Либо же пожелания И, возможно, они уже исправились в Plus версии Поэтому отмечайтесь в комментариях Не забывайте участвовать в розыгрыше Galaxy S20 Подписывайтесь на канал И до скорых встреч Пока Субтитры сделал DimaTorzok